Джеймс Нестор. Глубина. Фридайвинг и новые пределы человеческих возможностей. Ноль метров. Я здесь в гостях. В качестве журналиста освещаю спортивное мероприятие, о котором мало кто слышал, чемпионат мира по фридайвингу. Я сижу за маленьким столиком в гостиничном номере с видом на пляжный променад в Коломате, курортном греческом городке. Гостиница старая, это видно по паутине трещин на стенах, потертому ковру и грязным следам от картин, некогда висевших в полутемных коридорах. Журнал «Аутсайд» направил меня сюда, потому что индивидуальный чемпионат мира по фридайвингу 2011 года стал вехой в истории этого малоизвестного вида спорта, собрав самое большое количество участников за все время его существования. Я прожил всю свою жизнь у океана, до сих пор провожу в нем немалую часть свободного времени и часто о нем пишу, поэтому мой редактор решил, что я подходящий кандидат для выполнения этого задания. Он, правда, не знал, что я имел лишь поверхностное представление о фридайвинге. Я им не занимался, не был знаком ни с кем, кто занимался бы и никогда раньше не видел, как это делается. Первый день в Каламате я посвящаю поиску информации о правилах соревнований и о восходящих звездах фридайвинга. Не впечатляет. Гуглю фотографии соревнующихся фридайверов в русалочьей экипировке, плавающих вниз головой, показывая шаку или пускающих причудливые воздушные кольца со дна бассейна. Шаку – приветственный жест, при котором большой палец и мизинец оттопырины, а остальные пальцы прижаты к ладони. Все это выглядит как экзотическое хобби вроде бадминтона или чарльстона, которым люди занимаются, чтобы болтать о нем на вечеринках или блеснуть им в адресе своей электронной почты. Но задание есть задание. На следующий день, в 5.30 утра, я уже в гавани Каламаты направляюсь на 8-метровую парусную яхту, принадлежащую потрепанному экспату из Квебека. Его яхта – единственное зрительское судно, допущенное на соревнования, которое проводится на большой глубине в открытом море примерно в 10 милях от гавани. Я – единственный журналист на борту. К 8 утра мы уже присоединяемся к флотилии моторных лодок, платформ и приспособлений, которые служат стартовой площадкой для участников соревнований. Прибывают ныряльщики первой группы. Они занимают позиции вокруг трех желтых канатов, спущенных с соседней платформы. Распорядитель запускает обратный отсчет с десяти соревнования – начинаются. То, что я вижу дальше, потрясает и ужасает меня. Я смотрю на тощего, как спичка новозеландца Уильяма Трубриджа, который делает глубокий вдох, переворачивается вниз головой и, отталкиваясь босыми ногами, погружается в кристальную воду под нами. Первые три метра Трубридж преодолевает сильными широкими грибками. Потом, на глубине примерно шести метров, его тело расслабляется, он вытягивает руки по бокам в позе парашютиста и уверенно погружается, пока не исчезает из виду. С поверхности за его погружением наблюдает судья, который смотрит на экран гидролокатора и отсчитывает достигаемую глубину – 30 метров, 40 метров, 50 метров. Трубридж добирается до конца троса примерно на глубине 90 метров и плывет назад к поверхности. Спустя три тягостные минуты его маленькая фигурка снова материализуется в толще воды, точно свет прожектора – пронзающий туман. Вот его голова появляется на поверхности, он выдыхает, делает вдох, подает судье знак, что все окей, а затем отплывает в сторону, чтобы освободить место для следующего участника. Только что Трубридж погрузился на глубину, равную высоте 30-этажного дома и поднялся обратно, и все это – лишь с тем объемом воздуха, что был у него в легких. Без акваланга, без шланга с воздухом, без защитного жилета и даже без помощи ласт. Давление на глубине 90 метров более чем в 10 раз превышает давление на поверхности. Оно способно расплющить банку из-под колы. На 9-метровой глубине объем легких сокращается вдвое, а на 90 метрах они сжимаются до размера двух бейсбольных мячей, и тем не менее Трубридж и большинство других фридайверов, которых я вижу в первый день, поднимаются на поверхность живыми и невредимыми. При этом они не выглядят напряженными, вид у них естественный, точно глубина их родная стихия, точно она всем нам родная. Я настолько поражен увиденным, что должен немедленно кому-то об этом рассказать. Звоню маме в Южную Калифорнию, она мне не верит. Это невозможно, говорит она. После нашего разговора она созванивается со своими друзьями, заядлыми аквалангистами с 40-летним стажем, и перезванивает мне. «Там, на дне, баллон с кислородом или нечто в этом роде, — говорит она. Советую тебе изучить этот вопрос, прежде чем что-то такое публиковать». Но на конце троса не было кислородного баллона. А если бы и был, и Трубридж, и другие ныряльщики действительно вдохнули из него перед подъемом, их легкие разорвались бы при расширении полученного воздуха на меньшей глубине, к тому же прежде чем они бы достигли поверхности, в их крови вскипел бы азот, они бы погибли. Человеческое тело способно выдержать нагрузки, связанные с быстрым подъемом с 90-метровой глубины, только в своем естественном состоянии. Одним это удается лучше, чем другим. В течение четырех следующих дней я наблюдаю за тем, как еще несколько дайверов пытаются нырнуть на глубину около 90 метров. Многим это не удается, и они поворачивают обратно. Они появляются на поверхности с носовыми кровотечениями, без сознания или с остановившимся сердцем. А соревнования продолжаются, и почему-то этот спорт легален. Для большинства соревнующихся попытка погрузиться глубже, чем кто-либо, даже ученые, когда-либо считал возможным, стоит того, чтобы подвергнуться риску паралича или смерти, но не для всех. Я знакомлюсь с несколькими участниками, которые подходят к фридайвингу с более здравых позиций. Им неинтересно меряться силами со смертью. Они не стремятся бить рекорды или побеждать кого-то. Они ныряют, потому что это самый простой способ установить контакт с океаном. Те три минуты, пока человек находится под водой, это среднее время, необходимое для погружения на несколько десятков метров, его тело лишь отдаленно помнит о том, как оно выглядело и функционировало на поверхности. Океан изменяет нас и физически, и психически. На планете, которую населяет 7 миллиардов человек, каждый дюйм, который нанесен на карту, распахан или вовсе загублен, море остается последним, неизведанным и нетронутым уголком, последним великим фронтиром. Там, в глубине, нет мобильных телефонов, нет электронной почты, нет твитов, нет тверка, нет потерянных ключей от машины, нет террористической угрозы, нет забытых дней рождения, нет штрафов за просрочку платежей по кредитным картам, нет собачьего дерьма, в которое вас угораздит наступить прямо перед собеседованием. Все напряжение, шум и суета жизни остаются на поверхности. Океан – это последнее по-настоящему тихое место на Земле. Когда эти философски настроенные фридайверы рассказывают о своих погружениях, их взгляд становится отсутствующим. Такой же взгляд бывает у буддийских монахов,